МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Европротокол, как оформить ДТП без вызова ГИБДД. Лето в разгаре, как помочь своему ребёнку пережить жару. С юбилеем 90 лет исполнилось Фёдору Поликарповичу Подгорному. Далее расскажем обо всём подробно. Отметки о регистрации брака и о детях до 14 лет в российских паспортах будут ставить по желанию россиян. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Ранее по желанию в паспорте ставили только отметки о группе крови и резус-факторе, а также об идентификационном номере налогоплательщика. Согласно постановлению, обязательный характер теряют отметки о регистрации и расторжении брака, о детях, гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста, о ранее выданных паспортах, о действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина России за пределами территории РФ. При этом обязательными остаются отметки о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учёта, а также отметки об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста. Как оформить ДТП без вызова ГИБДД? У начинающих водителей возникает множество вопросов о том, что делать в случае аварии. И хотя Европротокол действует на территории нашей страны уже несколько лет, нередко сотрудникам госавтоинспекции приходится консультировать тех, кто попал в дорожно-транспортное происшествие. Извещение о дорожно-транспортном происшествии, или Европротокол, составляют тогда, когда не нужно вызывать сотрудников ГИБДД. Если произошло столкновение, в первую очередь участники аварии должны убедиться в том, что нет пострадавших. Ни один из водителей не находится в состоянии алкогольного опьянения и не лишён прав, никто не скрылся с места ДТП. Затем, если все условия соблюдены, нужно следовать простому алгоритму. Водители должны оценить обстановку, зафиксировать место дорожно-транспортного происшествия, следы дорожно-транспортного происшествия с помощью фото-видео фиксации, сделать фотографии таким образом, чтобы на них чётко было видно, как располагаются транспортные средства по отношению к краю проезжей части, по отношению друг к другу, по отношению к объектам дорожной инфраструктуры, перекрёсткам, обочинам. Только после этого машину нужно убрать с проезжей части и освободить проезд. Далее участники ДТП должны обсудить все обстоятельства и выяснить, имеются ли у них разногласия в оценке случившегося. Затем водители оценивают сумму ущерба. В случае, если ущерб выше 100 тысяч, или у автомобилистов есть разногласия в оценке обстоятельств аварии, или в ДТП участвовали более двух машин, или у кого-то отсутствует страховой полис, водителям необходимо для оформления дорожно-транспортного происшествия поехать в отделение ГИБДД, при себе иметь фото или видеозаписи и схему ДТП. Сотрудник, который производит оформление ДТП, опрашивает участника дорожно-транспортного происшествия, оценивает те доказательства, которые были им представлены, те материалы, то есть схему, фотоизображение, объяснение, и уже принимает решение по каждому конкретному ДТП о степени вины того или иного участника в совершении административного правонарушения, либо в его отсутствии. Если же ехать в ГИБДД не нужно, участникам ДТП необходимо заполнить извещение о дорожно-транспортном происшествии. Этот бланк, как правило, выдают страховой компании при заключении договора ОСАГО. Европротокол водители всегда должны возить с собой. После заполнения обоими участниками аварии извещение необходимо подать в страховую компанию для получения возмещения. Подробнее об оформлении Европротокола смотрите в рубрике «Без комментариев» на Саров-24 или на нашем канале в Ютубе. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Горячей воды в Сарове не будет с 9 по 18 августа. Произойдет это в связи с плановым ремонтом системы водоснабжения. Если специалисты завершат работы раньше намеченного срока, Департамент городского хозяйства проинформирует население дополнительно. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 24 июля в сообществе всероссийского конкурса «Большая перемена» в рамках традиционной «Доброй субботы» пройдет акция «Книжные реки». Участники акции расскажут, какие книги из летнего списка литературы они уже прочитали, какие им запомнились больше всего, а также представят свой топ-5 литературных произведений школьной программы. С инициативой провести акцию выступили участники региональных команд «Большой перемены». Принять участие в акции может каждый. Для этого необходимо снять видео и опубликовать его в сообществе «Большая перемена» ВКонтакте и в своих социальных сетях с хэштегами «Большая перемена», «Добрая суббота», «Книжные реки». В Нижегородской области на открытых спортивных площадках появились QR-коды. Любой желающий может осканировать код, который размещен на тренажеры для занятий воркаутом и получить доступ к видеоурокам с тренировками. Это позволит заниматься спортом в любое время самостоятельно, соблюдая правильную технику выполнения упражнений. Видеоматериалы разработали в Министерстве спорта Нижегородской области для активного продвижения проекта «Спорт. Норма жизни». В настоящее время видеотренировки доступны для жителей Нижнего Новгорода, Дивеева, Сарова и других населенных пунктов региона. Более 33,5 миллионов человек привелись от COVID-19 в России. Из них более 22,5 миллионов тех, кто получил оба компонента вакцины. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на совещании правительства. По ее словам, доли вакцинированных меньше всего среди граждан от 18 до 29 лет. Ситуация с коронавирусом в стране остается тяжелой, отметила Голикова. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 118,7. Также вице-премьер заявил, что коллективный иммунитет к инфекции к 1 ноября должен быть сформирован на уровне 80%. За последние сутки в нашей стране выявили 24 471 новый случай коронавирусной инфекции. В Нижегородской области зарегистрировали 534 заболевших. В Саровой за сутки выявили 21 новый случай COVID-19. Из тех, кто госпитализирован, 3 саровчанина в тяжелой степени. 46 в средней степени тяжести, двое в легкой. С начала наблюдения в городе от ковида умерли 135 человек. Вакцинировались двумя компонентами 17 082 саровчанина. Лето в самом разгаре. И хотя аномальная тропическая жара закончилась, по прогнозам синоптиков, на следующей неделе столбики термометров вновь поднимутся до плюс 27. Страдают от такой температуры и взрослые дети. Как помочь малышам пережить жару? Летом, когда солнце активно, как никогда, дети проводят много времени на улице. Жара и сухой воздух несут серьезную нагрузку для организма. Дети наиболее подвержены тепловому и солнечному удару. Поэтому взрослым нужно быть особенно бдительными и запомнить несложные правила. Одевать ребенка в просторную одежду, светлых тонов, желательно из натуральных тканей. Ношение головного убора обязательно. Протирать влажными салфетками лицо и ладошки ребенка. Почаще поить водичкой, не гулять с 12 до 16. И пища должна быть легкой. Чтобы оказать своевременную помощь, взрослым нужно знать первые признаки теплового удара. Ребенок становится апатичным, вялым, часто плачет. Лицо краснеет, а потом становится бледным. Наблюдается сухость губ и покраснение глаз. Возможно, повышение температуры. При особо тяжелых случаях ребенок теряет сознание. В этих ситуациях нужно действовать быстро и решительно. Раздеть, распеленать, положить на горизонтальную поверхность. Ножки положить на подушку или валик. На лоб холодное, прохладное, мокрое полотенце. И если есть рвота, то голову на бок. Поить почаще питьевой водичкой маленькими глоточками. При необходимости вызвать скорую помощь. Детская кожа очень восприимчива к солнцу. Поэтому есть риск получить солнечный ожог. Чтобы его предотвратить, нужно использовать специальные детские средства с высоким фактором защиты. Не стоит также укрывать малышей в коляске, плотными одеялами и пеленками. И самое главное в жару для любого возраста – соблюдать питьевой режим и не выходить на улицу в часы активного солнца с 12 до 16 часов. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. В 90-е лет исполнилось Федору Поликарповичу Подгорному. В 1978 году его избрали председателем заводского комитета профсоюза. А в этой должности Федор Поликарпович отработал 18 лет. Позднее он стал ведущим специалистом по охране труда профсоюзного комитета РФЯЦ ВНЕФ. С праздником юбиляра поздравили представители общественной организации «Дети войны» и депутаты городской думы. Подробности далее. Впервые в Саров Федор Подгорный попал в августе 1955 года. В неизвестный тогда городок Москва-Центр-300 его направили работать в составе группы молодых специалистов. Трудовая биография Федора Поликарповича огромна. Он работал инженером, главным механиком, старшим инженером, руководителем службы охраны труда и техники безопасности. По словам юбиляра, он отдал работе большую часть своей жизни и совсем не жалеет об этом. Я очень благодарен судьбе, что я попал в этот прекрасный город и прекрасное предприятие, где я проработал 52 года. Все просто уважали друг друга, трудились и днем, и ночью так, как нужно было стране. Мы сделали большое дело. Самым главным успехом и богатством Федор Поликарпович считает свою большую семью. Его дети и внуки также решили связать свою жизнь с работой в Овнеев. По подсчетам родных, общий трудовой стаж семьи в ядерном центре составляет 234 года. Мы с Анной Романовой организовали очень большую семью. У нас есть два сына женатых, четыре внука, двое правнуков. Вот мы все богатства. Федор Подгорный сердечно отблагодарил всех, кто пришел поздравить его с юбилеем. Он очень рад, что друзья и родственники не забывают о них с супругой. Всегда поддерживают и помогают. Екатерина Шмакова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. На стадионе 16-й школы состоялся блиц-турнир по футболу среди дворовых команд. Футболисты соревновались в разных возрастных группах. Состязания прошли в рамках проекта Центра внешкольной работы Двора и Сарова. Подробности в следующем репортаже. Тимофей Антонов приходит на дворовую площадку каждый день. Больше всего ему нравится играть в футбол и участвовать в спортивных состязаниях. В блиц-турнире Тимофей играл за команду «Мамонты», которая одержала победу над соперниками со счетом 5-0. Игра хорошая. Мне понравилось то, что команда была послабее нас. Но сама мы поиграли. Мы подавались им, конечно, но нам понравилась игра. Михаил Орекин занимается футболом профессионально. В свободное время он всегда приходит на площадку, чтобы отточить полученные на тренировках навыки, посоревноваться с другими ребятами и поучаствовать в различных конкурсах. По словам Михаила, соперники были достойны, но тактика помогла победить его команде. Я верю в команду, поддерживаю очень сильно. Мы изначально готовили план, как обыграть маленьких. Ну, додумались до того, как в пас играть очень хорошо. Проект Центра внешкольной работы Двора и Сарова объединяет всех. На спортивной площадке могут состязаться как опытные спортсмены, так и любители. А педагоги помогают ребятам в организации различных состязаний. Самое главное, по словам организаторов, чтобы ребята весело и с пользой проводили летний досуг. Тут все желающие, то есть объявления по телевизору было, по радио, по домам вешали объявления. И все желающие, независимо любого возраста, там маленькие, взрослые, то есть приходят. А мы здесь уже разделили там младшие группы и старшие. То есть и по силам, более-менее, что команда интересна была. И при этом было им играть, бороться. Все участники соревнований получили от организаторов памятные грамоты и сладкие призы. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Темный и светлый, чистый, с натуральными добавками, на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда, свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 23 по 25 июля там проходит медовая феерия. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на медовой феерии можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. Употреблять мед можно ежедневно в небольших количествах. Храниться дома продукт может долгие годы, не теряя своих свойств. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ. Температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Мед акации гипоаллергенен, поэтому употреблять его можно смело, как взрослым, так и детям. Также на медовой феерии мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работе сердечно-сосудистой системы. На выставке есть липовый майский цветочный высокогорный мед. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльца, маточное молочко, настойка прополиса на воде и перга. Перга – это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Вот такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Не пропустите! Выставка «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 23 по 25 июля с 10 до 19 часов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хорошего новостей. Субтитры подогнал «Симон»!